Мастер спорта В этом году, а нынешние состязания мастеров летающего мяча были уже 23-ми по счету борьбу за титул победителей призовой фонд размером в 60 тысяч рублей вели Чебоксарский, Арсенал Чигуу Скала, Медпласт Маргаушского и Спартак Исакова Красноармейского районов. Хозяев турнира представляло трио Фок Атал, Аниш и Средний Аниш. Ранг межрегиональных состязаний позволил принять участие дружинам соседних Чувашия регионов в Кировской области, Республик, Морел и Татарстан. Самой титулованной из гостевого трио была дружина из Казани. Фикс в Козловку приехала в ранге трехкратного победителя Зоринского турнира. К тому же команду успешно представляют соседнюю столицу в первой лиге чемпионата России по волейболу. «Красные» не скрывали, что визит на турнир – это часть подготовки к завершающему этапу регулярного перенства страны. По приятным известиям, что в Чувашии опять появилась команда, которая играет хотя бы пока в первой лиге. И да, вы правы, думали, здесь их увидим и попробуем уже свои силы. Лидер по группе Б чемпионата по Волжи дружина Чувашского аграрного университета до Козловки не добралась. Так что цвета республиканского волейбола в играх с действующим победителем рождественского турнира пришлось защищать обладателю Кубка Чувашия 2021 года дружине Спартак Исакова из Красноармейского района. Жребий свел команду уже в стартовой игре, увы, но сенсации не произошло. Гости уверенно переиграли своих из-за ВИ в двух партиях. Мы долго раскачивались, думаю, что во второй партии мы маленько попытались сравняться и по потерянным очкам постарались меньше ошибаться. Вот так как я еще раз повторюсь, что класс игроков есть класс игроков, выше как бы, но будем стараться, есть шансы все выйти в полуфинал. Трио команд хозяев турнира, посеянных в отдельную группу на предварительном этапе, решало свои задачи. Помимо турнира, параллельно у нас проводится в рамках деклада здорового и спорта, чемпионат Козловского района, где участвуют самые сильные команды. Где главным призом будет являться участие в финальной игре турнира вместе с самой сильной командой Приворсской генерального округа. В финальную часть соревнований пробилась команда средней Аниш. Однако попасть в призовую тройку хозяевам турнира, увы, не удалось. В борьбе за бронзу Козловчане уступили Чебоксарской скале. В финале встретились дружины Казанский Фикс и Медпласт из Маргаушского района. В упорной борьбе главный трофей Кубок победителем четвертый раз подряд завоевала дружины из столицы Татарстана. Православное Рождество юбилей отметил мастер спорта СССР международного класса. Серебряный призер чемпионата Европы, заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашия Иван Григорьев. На протяжении последних 33 лет самый титулованный борец Чувашия неизменно в свой день рождения проводит турнир для юных спортсменов. 65-й год исключением не стал. В первый день православных святок в пятой школе Олимпийского резерва имени заслуженного тренера России Валерия Качкова чествовали самого титулованного борца Чувашия. Повод более чем достойный. Вице-президенту Республиканской Федерации спортивной борьбы Ивану Григорьеву исполнилось 65 лет. Иван Григорьев, дойдя до своих вершин, вернулся в Чувашию и в самое трудное время прикладывал много усилий для того, чтобы вольная борьба в Чувашской Республике сохранилась. Сейчас вольная борьба в Чувашской Республике на достаточно высоком уровне. По рейтингу среди субъектов Российской Федерации вольная борьба Чувашской Республики в этом году поднялась на 8 позиций вверх. Мы должны гордиться, что представитель нашей республики сейчас является чемпионом России. Юные борцы в возрасте 13-14 лет, а в этот день их собралось почти 200 человек, свои поздравления не озвучивали, а демонстрировали. Подарки приятные получаются, но самый лучший для меня подарок – это борьба наших молодых ребят, которые выступают на моем турнире. Я думаю, турнир будет для меня стартовой площадкой, большой сбор. Хозяевам ковра в борьбе за награды от юбиляра драйва добавились сверстники из Мариэл, Мордовии, Комета, Тарстана, Воронежской, Ивановской, Нижегородской и Ульяновской областей. Впрочем, подопечным профильной Республиканской Федерации было чем ответить. В преддверии этого турнира с Федерацией спортивной борьбы Чувашской Республики мы провели недельный сбор рождественский, где приняло порядка 70 участников. Это не только из нашей республики, но и из Российской Федерации. Это Республика Коми, Воронежская область, Ивановская область, Ульяновская и Мордовия. Сбор прошел великолепно, и вот эти движения, которые мы нарабатывали, технико-тактические действия, ребята уже демонстрируют сегодня на этом ковре. Работа принесла свои результаты. Хозяева турнира, воспитанники пятой школы Олимпийского резерва, пополнили актив тремя золотыми. Евгений Алексеев, Кирилл Эмилянов и Артем Матвеев. Пятью серебряными и таким же количеством бронзовых медалей. Впрочем, золота могло быть и больше. Глебу Самарину, он в красном трико, в финале категории до 57 килограммов противостоял представитель Казани Азизбекел Абасхонов. Схватка получилась очень зрелищной, напряженной и равной. Так что судьям пришлось поломать голову, кому отдать предпочтение. Решение Соломоновым, увы, не назовешь. По последнему действию победителем был признан болец из столицы Татарстана. Схватка выигрышная, но немного расслабился, вот и получил результат проигрыш. Для меня это урок. Надо больше тренироваться, больше не попадаться в такие ситуации. Кстати, гости умудрились взять золото в 7 из 10 категорий. Весит до 68 килограммов первое место. И тоже после совещания судейской коллеги было присуждено воспитаннику Арзамасской школы вольной борьбы Джанбулу Шавину. Это мой третий турнир. Первые два турнира я все время вылетал. А сегодня занял первое место. Рад? Да. В рождественские каникулы был разыгран и первый комплект наград чемпионата Чувашии образца 2022 года. Счет титулом открыли представители стрельбы из лука. В стрелковый тир стадиона «Спартак» заглянула и наша съемочная группа. Первыми собладателями чемпионских титулов определились классики. У представительниц прекрасной половины не было равных 16-летней Екатерине Строгановой. Финалистка первенства России уверенно выигравшая стартовый круг и в стрелковых дуэлях не оплошала, добавив к титулу чемпионки Чуваша еще и звание победителя юношеского первенства. Пример двоюродной сестры вдохновил и Диану Строганову. Она заняла первое место в блочном луке. У мужчин-классиков стараниями Ильи Морозова золото республиканской пробы отправилось в село Порецкое. В мужском компаунде победитель квалификации Александр Кузьминков в число призеров ВВИ попасть не сумел. Впрочем, подопечный заслуженного тренера республики Максима Ярикова без медали не остался, поднявшись на верхнюю ступень пятистала почета по итогам юношеского финала. Прошлый год я закончил довольно удачно. В Великих Луках на надеждах России я занял второе место в личном зачете, поэтому Новый год я начинаю уже в статусе члена юношеской сборной России. И 16 января меня ожидает выезд на Кубок России, затем будет чемпионат России, первенство. Если я там успешно выступлю, то затем меня ожидает первенство Европы в Турции. Надеюсь, я туда поеду, отберусь, будем показывать результаты и подтверждать свое звание сборника. Титул чемпиона Чуваши 2022 года в Блочном Луке у мужчин завоевал Лев Максимов. Помимо классических соревнований, которые мы проводим, это Всероссийский турнир памяти Ирины Солдатовой и ПФО в конце лета, у нас будет в этом году в июле месяце это первенство России, где соберутся сильнейшие лучники, молодые по Волжье, где и будет, можно сказать, определяться состав на будущий год. Степень своей готовности к российским стартам уже в ближайшие дни проверят подопечные Республиканской Федерации Самбо. А рождественские каникулы представители самообороны без оружия провели весьма активно. Республиканская Федерация Самбо традиционно в зимние праздники организовывает тренировочный лагерь. Местом сбора ныне стал спортивный комплекс Чебоксарского профессионального клуба «Эккера». Самбисты Чуваши шлифовали свое мастерство вместе с коллегами из регионов России. Для начала мы отобрали своих ребят, потому что две возрастные категории. Отобрали для чего? Для того, чтобы они поборолись, посоперничали не просто со своими ребятами с одной группы, а с приезжими ребятами, которые уже выигрывали первенство России, кто-то первенство мира. Также есть и чемпионы России на нашем сборе. Проверить хозяев на слабо в Чебоксары приехали представители 12 самбийских регионов России. Самый дальний вояж проделали спортсмены из Новосибирска. По прямой расстоянии между городами составляет 2200 километров. Но 20 новосибирских самбийцев знали, куда и зачем отправляются в путь. Сборы проходят в нескольких областях. Мы решили приехать именно к вам. Здесь собирается большее число, количество кто из Европы, из Азии, из азиатской части. То есть состав очень хороший, и я думаю, прекрасная будет подготовка к России. Поэтому мы приехали к вам в гости. Я сама первый раз в Чебоксарах, но мне очень нравится. Для лидеров сборной Чувашии тренировочный лагерь стал хорошим импульсом к дальнейшему совершенствованию. И хоть порой в зале действительно было трудно дышать, самбисты в спаррингах оборотов не сбавляли. Новый год я начинаю с хорошим настроением, так как мой спортивный сезон продолжается. У меня сейчас самое ближайшее соревнование – это первенство России до 24 лет. Далее по своим годам первенство России и суперкубок мира. Молодежный задор не дает скучать и мэтрам Чувашского самба. Так что, невзирая на титулы и регалии, рядом с младшими братьями работал и мастер спорта страны международного класса Александр Федоров. Соревновательный календарь на 2022 год у победителя Кубка России уже расписан. И оставшееся время надо провести с максимальной пользой. Календарный план сложился в этом году так, что два основных старта у меня в марте. В начале марта – это чемпионат России, в конце – это Кубок мира. Но на Кубок мира я уже отобрался, а вот на чемпионат мира хотелось бы отобраться. Поэтому главное, конечно, для меня это будет чемпионат России. Первые результаты работы чувашских самбистов в рождественские каникулы мы узнаем уже на следующей неделе. В Нижегородском кстово накануне крещения стартует перенство России среди самбистов до 24 лет. И в завершении выпуска поговорим о главном спортивном событии зимы 2022 года. 24-х Олимпийских играх, которые стартуют в Пекине уже 4 февраля. Национальные комитеты завершают формирование сборных команд своих стран. Ну а мы рассчитываем, что в составе сборной Олимпийского комитета России все же будут представители чуваши. Несмотря на малый запас времени, еще не потерял шансов набрать квалификционные очки на зимние игры. Неоднократный чемпион и обладатель Кубка России по фристайлу Дмитрий Мулендеев. Уже в ближайшие дни ему предстоит принять участие в этапе Кубка мира по слоп-стайлу. Так что спортсмена мы застали на базе фристайлистов в Чувашии в столичном горнолыжном центре «Вертикаль». В перерыве между разминкой и основной работой член сборной России дал нам эксклюзивное интервью. Новый год и рождественские каникулы у меня прошли в полурабочем режиме, потому что до конца расслабляться нельзя, но и напрягаться тоже надо. Вот это вот все поддерживать, свой рабочий ритм, свою рабочую форму, потому что скоро уже выезд во Францию, Кубка мира по слоп-стайлу. Год у нас в этом году олимпийский, и, в общем-то, ну первый вопрос, наверное, как у тебя с рейтингом? Участие в сборной команде России подразумевает под собой подготовку к олимпийским играм. Шансы есть, но они очень маленькие на данный момент. В любом случае я остаюсь готовым, но настраиваюсь на любой исход события, потому что я достаточно близко в очереди к тридцатке, вроде передо мной четыре человека, возможно. И из-за разных переигровок разные сценарии. Да, и коронавирусные штуки тоже. Вне зависимости от того, попадет ли на зимние игры Дмитрий Мулендеев, за стартами своих старших коллег будут следить воспитанники отделения горнолыжного спорта и фристайла Второй школы Олимпийского резерва. Пока спортивная вершина для них ограничивается участием в первенстве России. Но молодежь не стесняется обращаться за советом. Благо Дмитрий Мулендеев, как настоящий профессионал, всегда готов прийти на помощь. Ну а где и когда мы увидим будущий звезд российского и, надеемся, международного фристайла, нам поведал руководитель профильной республиканской общественной спортивной организации. Касаясь плана федерации, это участие во всех всех российских соревнованиях, в первенствах, в чемпионатах и кубках России. Это у нас все впереди. Первые выезды нашей сборной оригинальные, это где-то вот планируем, где-то в начале февраля месяца. Ну и там уже как по катнице поедем, уже все там, и чемпионаты, и кубки России, и первых на России. Это основные старты, которые у нас по плану федерации. Деньги выделены. Эта информация завершает выпуск нашей программы. Впереди вас ждет анонс спортивных мероприятий в выходных дней. Я же с вами прощаюсь до следующей недели. Всего вам доброго и занимайтесь спортом. Юноши и девушки, специализирующиеся в борьбе вольного стиля 14 и 5 января в профильной школе Олимпийского резерва, разыграют награды первенства Чуваши. 15 января в первой новой чебоксарской спортшколе представители Тхэквондо поспорят за награды чемпионата и первенства Чуваши. 15 января любители автомобильного драйва соберутся на трассе Чиршкасы в Чебоксарском районе. Здесь пройдет первый этап чемпионата и первенства республики по автомобильному спорту. Легкоатлетический манеж третьей школы Олимпийского резерва станет местом проведения республиканских соревнований по легкой атлетике среди юношей и девушек, посвященной памяти Сергея Быстрова. В спортивном комплексе Чувашского госуниверситета 15 января пройдет очередной тур чемпионата Чувашии по мини-футболу.